В лечении используется целый ряд препаратов, которые можно условно разделить на несколько линий. Первая линия – это согласно клиническим рекомендациям китайским, итальянским и наших отечественных фармакологов и врачей, на первой линии стоит, как ни странно, противомалярийный препарат, который называется гидроксихлорофин, который тормозит репликацию вируса COVID-19 в условиях инвитро, то есть в пробирке. Значит, вот этот препарат сегодня используется в клинической практике как препарат номер один. Вторая линия – это также противомалярийный препарат, который носит название хлорохин, или его еще название коммерческое – это Деллагел. Теперь по поводу третьей линии. Третья линия – это противовирусные препараты. Здесь используется комбинация противовирусных, антиретровирусных препаратов, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции. Это такой препарат, как лопинавир в комбинации с ритонавиром. Этот препарат, который получил коммерческое название – калетра. Это относительно такой специфической, я бы сказал, химиотерапии. В комплексной терапии осложнений короноинфекции в развитии пневмонии применяют антибактериальные препараты. Это нам хорошо известные такие, как фторхинолоны, цефалоспорины первого и второго поколения и азолиды, в особенности азитрометин. Азитрометин, эффективность которого повышается при совместном назначении его с препаратами первой группы, то есть гидроксихлорохином. Используется также известная симптоматическая терапия. Это, прежде всего, противокошливые препараты. В тех случаях, когда имеется у больных с тяжелым течением пневмонии и с выраженной дыхательной недостаточностью, используется оксигенасия. В качестве таких общестимулирующих средств применяются водорастворимые витамины группы В, в частности, аскорбиновая кислота, но в очень больших дозах. Весь перечень этих лекарственных форм требует, которые я называл, они все требуют только врачебного назначения. Самолечение ни в коем случае недопустимо. Недопустимо.